Всем большой привет! Меня зовут Наталина и в сегодняшнем видео... Боже, мне уже страшно подумать, что мы будем делать в сегодняшнем видео. Сегодня мы с вами будем рассматривать грязные кисти и грязные спонжи под микроскопом. Эту идею я взяла у блогера Роб Юти Кристи. Она сделала видео, где она рассматривала в основном пропавшую косметику, то есть косметику, которая вышла в срок годности под микроскопом. Я решила пойти еще дальше и рассмотреть грязные кисти, потому что реально бытует мнение о том, что в кистях там кто-то живет, в спонжах кто-то живет и так далее. Но, в общем-то, сегодня мы и посмотрим, есть ли там в спонжах жизнь или нет. У меня микроскоп выглядит вот таким вот образом. Это какая-то простая модель, он по USB подсоединяется к компьютеру и выводит изображение туда, и я записываю, собственно, видео. Я не помню, во сколько раз он делает увеличение, но выглядит достаточно мощно и прям каждую пору на самом деле на своей коже можно рассмотреть. Предупреждение для особо брезгливых, что это видео, возможно, должно называться как-нибудь типа Блеватрон 3000 или какой-то такой аттракцион, потому что я не уверена, что рассматривание грязного спонжа под микроскопом и всего того, что там есть и может быть, что это полезно для психического здоровья. Поэтому, если вы страдаете трипофобией или очень сильно брезгливой, я-то не рекомендую вам это видео для просмотра. Всем же остальным, добро пожаловать на аттракцион Блеватрон 3000. Итак, поехали, мой малыш. Кисти, которые я использую для себя, я их не мою, не чищу их после каждого применения. Ну, раз там, не знаю. Но от кремовых текстур очищаю, но от сухих текстур нет, потому что все-таки в сухих текстурах жить никто, по идее, не может, потому что там нет питательной среды, это вам любой биохимик скажет. Поэтому сухие текстуры, они, в принципе, как таковые, не имеют и срока годности. Давайте начнем с рассматривания вот такой кисточки. Это дофибра. Здесь есть как натуральный ворс, так и синтетический. Натуральный ворсический. Ой. Что это там? Ну, вот главное, что может быть на ворсе кистей, мне кажется, это какие-то клетки нашей кожи отпавшей. Ну, и если редко мыть кисти, то это может быть какая-то пыль, да, извне. Я этой кистью наносила и кремовые текстуры, и сухие текстуры, что только я ей не наносила. Давайте, знаете как, мне интересно. Если кто-то же живет, он, наверное, там, типа, внутри живет, да? Блин, прикиньте, сейчас какой-нибудь блоха выскочит на меня. Или какая-нибудь муха ца-цэ такая, ам, и нос меня откусит. Невозможно понять, но должна сказать, что, смотрите, у козы какой классный ворс не сечется. Ничего вообще с ним. Следующая кисть, господи, она отвратительная. Она у меня упала в тон. На ней 150 миллиардов просто всякого разного продукта. Но здесь мы видим в основном продукт. Господи, посмотрите, какие махрушки. Мне кажется, мы видим какой-то чей-то волос, да? Это, может, собачий какой-нибудь волос, я не знаю. Lunar Beauty. Это косметика этого, Мэнни. Я не знаю, это синтетика кисти или натуральная. Так, ну-ка, с другой стороны. Тут тоже что-то волосюшки, вон, все посеклись у козы. Ладно. Так, вот этой кистью я сегодня наносила помаду. Господи, эта кисть Ан Бьюти. И мне кажется, я ее испортила. А так и не скажешь, да, что волосинки торчат вообще. Так, что у меня есть еще из омерзительного? Вот такая кисть от Cat Fondie. Ага. Не-е-е. Что это? Что это? Это... Что это за волосюшки? Это, кстати, вот синтетическая кисть и этот оклон волокно. Видите, он как сужается у него прямо на кончиках. Такая как паутинка, что ли. Так, а тут у нас что? Блин, фу. Что у нас есть еще? Во, вот такую кисть мне интересно рассмотреть. Это, кстати, кисточка бочонок от Chic, номер 28K. У нее вообще другая форма была, когда я ее купила. Она очень распушилась, очень размахрилась. И это, кстати, я не помню, это сочетание, наверное, натурального ворса и синтетики. Посмотрите, что с этим ворсом, господи. Так, мы будем фукусить? Ну, как бы так себе. Давайте посмотрим на плотно набитую кисть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот тут вот, мне кажется, вот эту кисть пора помыть, потому что здесь это вот точно что-то нездоровое. Здесь как будто остатки кожи или просто пыль какая-то. Вот эта кисть у меня, кстати, давно просто так стояла, давно и не пользовалась. Вы знаете, вот с этим микроскопом, когда начинаешь что-то рассматривать, то просто начинаешь думать о том, что, боже, я никогда в жизни больше не хочу ничего наносить на свое лицо. Посмотрите, так выглядит синтетическая кисть. Синтетическое волокно, оно очень такое мерзкое при ближайшем рассмотрении. Оно, видимо, не знаю, как-то очень сильно истончается кончик. Вон, смотрите, просто толстый волос такой растет. Фу! Это вот волоски я наносила сегодня этой кистью консилер и кремовой тени. Мне захотелось резко посмотреть на аппликатор кремовых теней под микроскопом. Ну, аппликатор выглядит прилично. Это худо-бьюти кремовые тени. Так, а вот эта кисточка... Ну-ка. Вот эта кисточка тоже вроде вполне себе адекватно смотрится. Так, ну что, давайте к самому мерзкому, переходите к спонжам. У меня здесь есть несколько спонжей разной степени загрязненности. Вот этот спонж я им пользовалась всего лишь один раз сегодня. И мне кажется, у него вот здесь вот место, которое никогда не соприкасалось с косметикой. Вот этот спонж им я пользовалась не знаю сколько, но у него тут очень много вот здесь внутри продукта. Потому что я еще, наверное, пудру наносила. Это тоже не очень свежий спонж. Я просто хочу посмотреть и на сухой спонж, и на влажный. Так, сейчас мы давайте будем смотреть... О, боже мой! Это сухой спонж, и это попка его, которая, я думала, что она более-менее чистая. Господи, я еще никогда так не оживалась. У него прям, посмотрите, реально как поры. Это вот я прям сейчас... О-о-о-о-о! Это грязная часть! Господи, что это? Что это? Это тон так выглядит в этих порах? Давайте посмотрим на влажном... Боже! На влажном бьюти-блендере. Ну да, это он, видимо, тон так забирает. Этим я хайлайтер тоже приплюскивала. Воу! То есть, понимаете, да, как выглядит спонж? То есть, спонж сделан, бьюти-блендер конкретно, на оригинальный, из вот такого огромного количества паутинок, и получается, вы когда спонж макаете в продукт, это все вот в эти паутинки туда внутрь уходит и распределяется равномерно на лице. Потому что мы прям, видите, вглубь можем туда этих слоев посмотреть. Какая-то пыль тут периодически. Мда-а-а-а! Я не знаю, сколько раз здесь увеличение, но вот сейчас я вообще никакой пыли ничего не вижу, прям реально чисто. Вот-вот. Все равно куда ни двигаешь, все равно где-то какая-то фигня есть. Ну вот, наверное, как-то так это все дело должно выглядеть. Блин! Ну, интересно, вот если есть что-то более мерзкое, чем спонж, то это, наверное, только вот кожа, да? Все волосюшки, все вот это видать. Вот здесь, ну, блин, вот фу! Вот интересно, есть хотя бы один участок на коже, который не омерзительный? Мне кажется, блин, нет, почему у меня здесь столько волос? Ого, смотрите, хайлайтер. Я еще хочу посмотреть на накладную ресницу с клеем, что там с этой лентой происходит. А-а-а! Мне казалось, что эта ресница достаточно чистая, что типа только клей отклеить и как бы все. Какая-то куча какой-то пыли. Но эту ресницу я давно не клеила, больше месяца, мне кажется, она просто так у меня по столу валяется. Ладно, я хочу один спонж какой-нибудь разрезать. Сейчас я посмотрю, вот, кстати, у меня один тут чуть-чуть потрескался. Давайте посмотрим на трещину. Как выглядит вообще вот трещина на спонже под микроскопом? Что это вообще такое? Блин, тут сложно просто понять. Немножко с этим микроскопом. Ну вот, мы смотрим с вами в трещинку, да? То есть туда просто тоже заливается тон и все. То есть на самом деле трещинка, ничего страшного. Давайте мы этот спонж с вами резанем пополам и посмотрим, в каком он состоянии там внутри. Ух ты, вот это интересно. Вот насколько проникает продукт в спонж. То есть, ну это буквально... Я спонжи тоже не после каждого применения чищу, буду с вами откровенно. Ну то есть где-то не больше, чем на 4-5 миллиметров. Но, повторюсь, этим спонжем я много раскрасилась, не меняя его. Давайте посмотрим на его вот эту внутряночку. Ну здесь вот она обычная текстура внутри. Чистая, без всего. Вот граница. Вот граница проникновения тона. Ну, наверное, если прям 10 лет одним и тем же спонжем все фигачить, то может быть и... Ой-ой-ой-ой-ой, смотрите. Оно живое как будто. Это знаете, что происходит? Это я ножницами, когда разрезала, спонж сжался. И сейчас, получается, вот эти волокна, они разлипаются. Офигеть. Как тебе такое просто Илон Маск? Слушайте, я хочу прям сразу после среза подставить, посмотреть. Нет, тут прям... Ух ты. Чепонько-чепонько-чепонько. Прямо срочно хочется посмотреть какое-нибудь видео, где черные точки выдавливают. Конечно, да, это очень интересно. Давайте еще вот такой срез сделаю. Ну, в принципе, здесь внутри спонж абсолютно чистый. В этом есть что-то очень сильно завораживающее и что-то очень отвратительное. Собственно, вот так выглядит чистый спонж. Хорошо промывайте свои спонжи. И знайте, что теперь вас по лицу убьет что-то такое. Боже мой! Ну что, ребята, вот, собственно, и закончилось просто этот Блеватрон 3000. Это какой-то просто ужас. Фу! В общем, напишите, пожалуйста, внизу, что вы думаете об этом. И на что еще я должна посмотреть под микроскопом. Пишите, пожалуйста, ваши заявочки внизу. Буду очень их ждать. Спасибо вам огромное за просмотрение. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки. Ну и мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!